Всем привет! Для тех, кто меня не знает, я Игорь Зайдель, художник, и одновременно у меня такая странная профессия фондрайзер. То есть я человек, который осваивает фонды, пишет разные бумажки и получает деньги. Это называется по-английски фондрайзер, во всех языках тоже такое слово фондрайзер. Стал я им по неволе, я уже хотел сделать какие-то проекты за границей, я сам жил в Германии, и мне было интересно делать в Украине, потому что меня преследовала такая идея, что я с помощью искусства смогу установить мир между воюющей Украиной и Россией, так мне показалось. Ну, это, наверное, многие художники испытывают разные интересные мысли, что они там могут изменить. И я поехал в Украину сначала, я попытался платить на свои деньги, но вот, знаешь, Настя, который тут все-таки рассказал, что не забеги свои деньги, и даже не могли ищи, ищи спонсоров. И мне удалось найти мини-грант, я поехал, сделал один проект, потом меня пригласили на довольно большой другой проект, но в процессе работы с этими проектами, художниками, я столкнулся с большой количеством бюрократии, организаций. Приехал из Украины, я решил, что я уже такой крутой, что сейчас еще кое-что грант получу, и, наверное, полгода сидел дома и подавал заявки, и подавал заявки, и подавал заявки, и ничего не получил. Вот, я, конечно, очень расстрелился, время был потратить много, опыт, конечно, бесценный, но бесполезный. И тут я понял, что надо мне, наверное, пойти и поучиться. И поверился, и нашел-таки, есть такое образование, оно 5 с полугода, довольно интенсивное, стоило оно 6 тысяч. Я добился первого своего бранта, я добился от государства немецкого денег на то, чтобы меня научили за 6 тысяч быть этим самым фандрайзером. Ну и я здесь хочу очень бегло и быстро рассказать о том, как и что происходит в этой области. Дело в том, что у нас только первая обводная лекция заняла 6 часов, и, конечно, можно рассказывать до бесконечности. Поэтому я сосредоточусь на некоторых очень простых вещах. Вот эта картинка красивая, которую мы видим, здесь всякие загадочные цифры и шарики такие. Почти современное искусство. И вот этот большой шарик, это сколько американцу дают денег на различные проекты социальные, художественные и так далее. То есть то, что денег не приносит, либо что не вгухивает. Тут написано 33,1 биллион. Я, честно говоря, не знаю, что такое биллион. Это, наверное, миллиард. Да, да. В общем, 33 миллиарда долларов американцы дают на поддержание некоммерческих разных историй. Потом на втором месте идет Великобритания, потом Германия. И вот общая сумма инвестиций ЕУ во всякие некоммерческие мероприятия составляет всего на все 16,5 миллиардов долларов. Цифра, конечно, звучит как бы страшно огромным. Если у нее поделиться на количество питателей Европейского союза, а их будет около 400 рублей, то она, конечно, заметно и сильно уменьшается. И не кажется уже такой большой. Но хотя, наверное, это все деньги, которые имеет Африка. России здесь нет. Россия только недавно стала выделять какие-то деньги на культурную программу. Есть культурная программа, поддержка президентская. Но вообще это очень мало. Вот что, например, интересно для жителей Черногории в этой ситуации. Мы сейчас находимся в Монтенбре, Черногория. Черногория как бы не ЕУ, но на самом деле почти уже ЕУ. Дело в том, что у стран... ЕУ это Европейский юниор, ну, по-русски ЕС, да. Дело в том, что у стран... Есть страны ЕС, которые члены ЕС, да. А есть страны, которые... Ну, как мы знаем, известного не было. Но есть страны немного ассоциированные. То есть они как бы стоят поближе. И вот Черногория это одна из тех стран, которая очень-очень близко стоит к ЕУ. В каком плане? Ну, во-первых, конечно, Монетарный союз. Она уже члена Монетарного союза. Деньги здесь евро. Второе, если вы будете проходить границу с черногорским паспортом, вас сразу отправляют туда, где идут все остальные жизни Европейского союза. Вот. Она немного ассоциированный член. Не совсем, да. Очень много разных тонкостей и так далее. Но для нас это чем полезно? Тем, что мы, живя здесь, и будучи легальными юридическими персонами, можем смело подавать на какой-нибудь европейский грант. И это очень хорошо. То есть мы можем быть непосредственно тем, кто этот грант и получает. И, соответственно, распоряжаться деньгами. А вот здесь есть Норвегия. Норвегия кажется маленькой такой страной, но у них там 5 миллиардов они доимут. Дело в том, что Норвегия очень большая, богатая очень страна. У них нефть. Причем тут Норвегия и Черногория. А дело в том, что Черногория очень сильно дружит с Норвегией. И на протяжении уже очень-очень многих лет. И наш герцог Нови замечательно является по-вратимому городу Левандр. Это маленький городок, но это продукт нефтяников. И у них очень много денег, и свои галереи есть, и театр свой маленький и так далее. Они, например, подарили городу Герцог Нови жители города Левандр. Не сам город, а жители. Скинулись и подарили завод по переработке мусора, который у нас стоит. Да, это подарок норвежцев. Поэтому норвежцы нам, конечно, тоже достаточно интересны. А дело в том, что Норвегия не член Европейского Союза. Она сама по себе. Ну и, в общем, начались разговоры, под что дают грант. И основная ошибка всех грантосоискателей состоит в том, что у них есть чудесные, великолепные идеи. Люди, они все образованные, как я. А то еще более образованные, творческие, талантливые. Просто вот прям креативность так и прет. Но это никого не интересует, кроме ближайших родственников. Узнаю я про негативные вещи. Когда мы обращаемся к кому-то за деньгами, то нас рассматривают не как людей, которые хотят поблагодарить, а нас рассматривают, нас грантосоискатели, как людей, которые выполнят некую необходимую работу. Для кого, раз мы просим деньги в ЕС? Для государства ЕС. А это что означает? Что руками грантосоискателей будет проводиться или определенная политика, или определенная пропаганда, или еще какие-то другие вещи, которые в данный момент, в данном этапе для развития ЕС полезны. А что полезно, решают политики, а не мы. Они пишут программы определенные, и мы должны, прося грант, выполнять эти требования. И это очень-очень трудно понять творческим человеком. Как правило, творческий человек начинает страшно прыгать ногами и кричать, так это же то же самое, что в Советском Союзе. Так я же не для этого сюда приехал, я свободный и хочу самовыражаться. Пожалуйста, иди самовыражаться. Сколько влезет, никто не запрещает. Но деньги сам зарабатываю на самовыражение. Вот в этом есть такая неприятность. И вот тут перечислены основные приоритеты политические, по которым выдаются деньги. То есть, если вот эти требования каким-то образом будут выполнены и написаны в вашем прошении грантовском, тогда вам ЕУ, ЕС, точнее. Ну, извините, я все время на ЕУ привык уже, что европейский, европейный юнион. Ну, вот, например, такие. Они не очень, кстати, похожи на какие-то вещи, которые вначале перестройки печатали, или в любой другой стране политический режим обязательно вот что-то такое пишут. Вот, например, пункт пятый. Борьба с нищетой и социальной изоляцией. А оказывается, в Европейском Союзе, у меня в этой же страничке цифры, а потом вам прощу, проживает 120 миллионов человек на грани или за чертой бедности. Ну, секундочку. Семья России 145 миллионов, да? Просто Евросоюз сильно побольше, но 120 миллионов живет на грани бедности. Это не очень богатое государство ЕС. Естественно, денег на косметический салон, скорее всего, как грант вы никогда не получите. То есть, это надо понимать. Какие основные приоритеты ЕС? С чем они связаны? Ну, ЕС. Дело в том, что ЕС очень сильно в политическом плане отстала от молодых развивающихся стран. Например, таких, как Китай. Китай дико-дико по экономическому росту и по перспективам развития очень сильно оборонал Европейский Союз. И поэтому одна из основных полезных дня, наверное, конечно же, будет, ну, первая занятость. Да, у нас очень много безработных. Второй, исследование разработки. В это вбухиваются сейчас просто миллиарды евро. Программа называется «Горизонт-2020». И туда вкачиваются в качестве деньги в надежде, что создаться какая-то новая технология, что-то случится, и вот мы снова все так резко разбогатеем. Но вот тоже живет в Черноболе, можете поехать и посмотреть, как китайцы строят железную дорогу. Нам, жителям ЕС, до этого еще, как говорится, очень долго пикапать. Такой технологии у нас нет. И, скорее всего, что китайцы будут нам в Германию уже строить железную дорогу. Но это бог с ним. Дальше, что нам интересно здесь, живущим, чтобы это было не очень абстрактно. Образование, например. В Черногории не очень хорошо с образованием. В чем-то оно, может быть, отстает. Например, открыть здесь школу. Да еще, чтобы она соответствовала нормативам Евросоюза, это очень-очень перспективное, мне кажется, и хорошее занятие. Ну, или хотя бы класс подготовки в каких-то университетах. Сбороться с насчетой мы будем с нашей собственной. Вот, пожалуйста, молодежь в движении. Что означает такая странная, немножко странный перевод, но что такое молодежь в движении? Расшифрую. Про Черногорию в странах ЕС мало кто знает. Про Гаврилу, когда он сказал в школе, что он ездит в Монтенебро, они решили, что он куда-то в Южную Америку ездит. Каждый лет он такой с Гареной приезжал, он там далеко. О, они перепутались в Монтовидео. В общем, в лучшем случае, каждый десятый житель Евросоюза знает вообще, где находится Чернокласс. Это в лучшем случае. А то, может быть, каждый двадцатый. Под молодежь в движении, то есть, чтобы молодежь ездила туда-сюда и знакомилась с такой цифрой, чтобы Евросоюз таким образом укреплялся. Выделяются довольно неплохие средства. И если кто-то возьмет на себя такую неблагодарную роль принимать здесь молодых людей, катать их на лоре туда-сюда, показывать им, как надо правильно пить под горизиской беды, то под это можно получить, в общем, довольно неплохие деньги. Еще и себе на коньяк оставить. Но главное их не растерять по дороге. У Евросоюза есть одна очень странная, болезненная для меня тема. Они очень боятся изменения климата. Хотя я считаю, что чем теплее, тем лучше. И все время думают об устойчивой энергетике. Что это означает? Чтобы ветряк стоял, крутился. Короче, они просто не хотят деньги Путину платить за гроз. Потому что Путин боготит, оружие покупает, становится страшным. Они его боятся, начинают плохо спать. Вот ветряк стоит, и все классно. А говорят, что это очень дорого, ветряк. Дико дорого. Не выгодно. Это абсолютно обредятельно. Но под это дают гранты. То есть построим здесь ветряков. Да, может быть, Путин боготит уже свои деньги. Но не только вот как солнечное, она тоже дорогая. Тоже дорогая. Я думаю, что примерно все понятно. Когда человек начинает писать грант, если он хочет как-то переустроить мир или его улучшить, он должен, наверное, прочитать вот эти пункты все и подумать, совпадает ли его идея с этими пунктами. Тогда у него шанс получить грант отличается от нуля. Если он вот этого не хочет исполнять, то сомнительно, что он получит грант. То есть ему лучше сразу идти и заниматься дальше свободным творчеством, сам выражаться. Есть всякие мелкие темы. Они тут всячески перечислены. Они должны просто в каждом проекте обязательно присутствовать. Вот если вы, например, крестиком хотите научить крестиком вышивать цыганских бабушек, то он скажет, что это такое? Зачем ему вообще крестиком вышивать? Должна быть какая-то инновация вышивания крестиком. А поддержание традиций? Да, такое тоже есть. Совершенно верно. Но все равно там какая-то инновация должна быть. Вот они не просто крестиком вышивают, например, а они распечатывают себе вышиваночку сначала на компьютере. Вы их еще и научили пользоваться по компьютеру. Ну, к примеру, я очень утрирую, но чтобы направление мысли было понятно. Вот, например, очень сейчас важный пошел пункт транснациональность. Он должен присутствовать во всех европейских проектах. Почему? Потому что после того, как с 71-го года Диэс пожил вместе-вместе, вдруг начался дикий спецнационализм везде. И он дошел до того, что случился Брэксит. Англичане сказали, ненавидим поляков, лютой ненавистью. Они у нас всю работу отбили шоферами такси, автобусов и тетеньками, дяденьками, которые убирают за инвалидами. Это ужасно. Это были наши любимые профессии. В общем, поляков мы теперь держись. Не можем, не может англичанин официантом или официанткой устроиться. Везде поляки. Как же они, гады, нам всю жизнь испортили. Вот. И взяли и совершили Брэксит. Совершенно неожиданно на волне. Ненависти к несчастным полякам. А поляки, ну, успели поработать фурсантами, построить третий этаж у себя где-то в Углевице. Ладно, бабушки новую инвалидную коляску купили с электрическим мотором. В общем, все счастливы вроде бы, но Брэксит. Поэтому транснациональность – это очень важный, конечно, момент, что якобы что-то получится. Например, что в нашей балканской специфике это означает? Транснациональность таких проектов. Вот мы делаем проект. Европейский проект всегда должно быть три партнера, минимум. Меньше нельзя. Тогда надо какие-то пытаться получить национальные гранты. Еврогрант – всегда три партнера. И у нас есть возможность. Мы можем взять партнера из Латвии, мы можем взять партнера из, скажем, Франции и из Черногории. Скорее всего, что мы грант вот в этой комбинации не получим. Потому что людям, которые в жюри гранта сидят, они называются журоры, я не знаю, как их по-русски правильно назвать, они читают, и они говорят, а какая, простите, тонкая, духовная, волшебная связь между жителями Северной Литвы, французами? Почему они вместе? Это же три разных точки Евросоюза. И, конечно, журоры – правда. Скорее всего, что это и будет какая-то такая подозрительная связь, потому что у кого-то дом в Латвии, у кого-то в Лилово, Франции, вот, скажем, здесь дом. Так деньги мы не получим. Нет-нет-нет, там тоже сидят не дураки. Они говорят, ребята, у вас была война на Балканах, вам надо мириться теперь. Поэтому, пожалуйста, берите себе партнера из Хорватии. Мы все сами понимаем, что это будет очень трудно. Это невозможно. Да, но хорошо. Вы хотите из Хорватии – берите из Албании. Это получится, наверное. Или из Италии. Но на худой конец из Австрии. Но не берите себе партнера из Литвы, потому что как он вообще в Черногории относится? Или он должен каким-то очень специфическим ноу-хау продать? Например, он умеет делать селедку, а мы – нет. А селедка у нас плавает. Вот давайте вот такой ноу-хау. Ну, к примеру, да? И нас, художников, в основном, я считаю, сидят художники, да? Нас интересуют, в общем-то, сравнительно небольшие программы, под которые мы можем получить деньги. Сейчас я объясню, как работает вообще система этих программ. И когда-то, в 90-е, даже раньше, в 90-е годы, Европейский союз создал так называемые генеральные дирекции. Direction General по-французски. Они когда больше на французском говорили. Эти генеральные дирекции разбиты по разным специфическим отраслям жизни. Вот, например, есть генеральная дирекция, которая занимается морем и рыболовством. Есть генеральная дирекция, которая занимается больше аграрным чем-то. Есть генеральная дирекция, которая в сторону науки. И вот нами занимается генеральная дирекция, которая, она еще там социально, называется Креативная Европа. Это ГД Креативная Европа. Это довольно большая организация с большим-большим зданием в Брюсселе, с огромным количеством бюрократов, которые там сидят, очень хороших зарплатах, и они занимаются разными проектами. Креативная Европа, это вот, собственно, если мы что-то будем просить, какие-то деньги, то надо туда прощаться в первую очередь, потому что, скорее всего, наш проект будет культурный, как я понимаю, да? Ну, то есть сомнительно, что мы все-таки ветряки начнем ставить или середку солить, как-то пока я еще к этому лично не готов. Кто туда входит? Кто может просить деньги? Могут просить члены Европейского Союза, может просить Норвегия, Исландия, Албания, Босния, Керцеговина, Македония, Сербия, Монтенегра. То есть это мы можем делать сами. Но это не так просто, потому что нам для этого надо что? Надо быть легальным юридическим персонажем. Неожиданно, вот они расширили сейчас, кто может просить, да, это 18 января 2018 года, совсем недавно. И теперь могут просить наши братья грузины, молдаване, украинцы, тунисы, совершенно неожиданно, откуда там взялись тунисы, я не понимаю. Но для нас, например, это все уже становится гораздо интереснее в плане реализации каких-то проектов, потому что мы из Монтенегра, если у нас есть легальная организация, просить можем? Можем. Гиви, который в Телисе живет много лет, хороший режиссер, имеет легальную организацию, имеет, просить может? Можем. А Апанасы с Украины тоже можем. Забудем, что у нас война. Апанасы, давай подадим все вместе второму заявку, например, что мы делаем фильм о дружбе народа. Грузин, украинцев и чернобойство. Да, вот так. Все встретились в Будве и полюбили друг друга и стали жить вместе. Ну ладно. Да, они же в Молдавии, например. Вот здесь перечислены целевые группы. Кто может подавать заявку на грант и получать его? Это, конечно, так называемые общественные организации культуры или креативного сектора. В том числе, кляйные интернерами переводится SME по-английски. То есть это мелкий и средний бизнес. Ну, мелкий бизнес. Это вот мы с Пашей взяли и открыли лавочку. Мы уже мелкий бизнес. Ну, какую-то связанную с культурой. Например, Паша вышивает крестиком. Я пытаюсь это продать. У нас креативный, культурный бизнес. Продажа народа, чернобойство. То есть, у нас сейчас должна быть какая-то организация, не персональный какой-то? Да, да. Здесь написано «художники и культурные актеры». Меня это очень заинтересовала фраза. Ну, культурный актер – это, скажем, режиссер. Вот я сам обладаю статусом индивидуального предпринимателя, по сути. Фриленсер – это как бы индивидуальный предприниматель. Я стал искать, я уже действительно говорил об этом, а действительно ли я могу как личность подать заявку? Мой преподаватель не мог на это ответить. Он говорит, теоретически да, но практически я такого почти никогда не видел. «Давай смотреть, кто подавал, искать еще что-то еще». Опс, он нашел. Кустурица подавала заявку. А, как интересно. Он какой-то там фильм снимал и включил, как личность получил. И мы позвонили просто вот туда, в эту генеральную дирекцию. И спросили, а может ли я Игорь Зайдову подать заявку? А он говорит, подать это вакуум. Слезет он съесть, а кто же ему даст? Короче, это могут делать уже вид персоны, которым есть доверие. Вот тебе-то пустуются, да? А поскольку я не вид персон, то мне нет смысла даже напрягаться. То есть мне надо все-таки иметь какую-то легальную организацию. Именно нам, как не гражданам Черногории, то есть людям вообще примазавшимся в Черногории, целесообразно все-таки что-то здесь. Ты можешь, несмотря на то, что ты не гражданин Черногории, иметь здесь, скажем, какую-то общественную организацию. Да, да. И эта организация уже, да, да, она подаст совершенно с какой-то заявку. Или ты можешь, не будучи гражданином, например, открыть малое предприятие. Нет, нет, я имею в виду, что мы даже будучи гражданами, имея русское гражданство, не можем... Нет, 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 тут вот перечислено. Мы перечислены кто? То есть вот украинская гражданская персона, может, да, или молдавская. Короче, это программа «Культура». Делится на две очень важных части. Одна часть программы «Культура» называется «Медиа». И она гораздо больше, чем просто «Культура». Если я хочу снимать фильмы, или хочу делать видео, или хочу преподавать кино, видео, режиссерские курсы, устроить кинофестиваль, фестивальный фильм, фестиваль видеоарта, я иду в одну дверь. Если я художник и хочу отреставрировать здесь старинный дом, или еще что-то еще, я иду в другую дверь. Почему выделили «Медиа» отдельно от искусства? Потому что идея Евросоюза такая, художник деньги и так может заработать. Портрет нарисует, стенку распишет. А видеохудожник вообще денег, словно, заработать не может. Поэтому им надо как-то помогать, а то иначе они устроят революцию. И как бы вот, больше денег туда. Что для видеокудожников, конечно, очень хорошо. Вот бюджет для «Медиа» составляет чуть больше, чем бюджет для «Культура». Он составляет 56%. И общий бюджет на семилетку, заметьте, европейский соц действует семилетками, составлял 819 миллионов евро. Сумма, кажется, очень большая. На самом деле она не очень большая, если вы, опять же, перечитаете на все страны и так далее, и так далее. Но, в общем, шанс очень хорошо отличный от нуля. Свой миллион можно получить, а то и два, а то и три. И вот на что дают. Например, может быть, это будут люди интересны. Если вы хотите получить маленький грант, в Евросоюзе маленькая сумма, мини-грант, начинается от 25 тысяч евро. Это вообще не деньги, это орешки и типа очень просто их получить. Креативный документальный фильм. 25 тысяч евро. Ну, вам надо найти триор. Анимационный фильм. 60 тысяч, еще лучше. Маленький игровой фильм. Значит, бюджет от полутора миллионов, ну, 50 тысяч, да, и так далее. То есть, это все вполне реализуемые вещи. И масса людей эти деньги получали. А то у нас гигантское количество документальных фильмов проходит у фестиваля. То есть, жители севера, Европа отлично это знают, но довольно умело и ловко находят. Причем, что значит это, ну, так называемый, повышать финансирование. Я не знаю, как это перевести на русский. Это сильно-сильно облегченная бухгалтерия. Вы пишете заявку, собираете все чеки, отдаете, вам не надо там отчитываться за каждую вашу чашечку кофе, еще что-то. Фильм снят? Прекрасно. Но, еще можно получать деньги, так же легко, под фестивали, под фестиваль фильмов. И люди, которые делают фестиваль здесь кино, и фестиваль кино, вы уже, наверное, видели в Пирасте, и, по-моему, в Которе есть фестиваль кино, и еще в разных других местах, на Коди сделать нам фестиваль кино, я считаю, эмоциональный, например. Они знают об этом, и они получают, ну, тут даже совсем маленький грант, 19 тысяч, да, это на фестиваль, короткий фильм, по-моему, до трех минут. И очень легко попадать документы. Ну, вам, конечно, надо потом будет отчитаться за фестиваль, показать его. Вот из фестиваля программа прекрасно работает. Смотрим дальше. Тут много-много всего. Дают под телевизионные программы, дают отдельно гранты. Вот это интересно тем, кто любит заниматься коммерцией, кто показывает фильмы. То есть, если у вас есть маленький кинотеатр, ну, там был синескоп, да, на набережной, он не работает. Ну, понятно, кинотеатр – это недоходное дело. Но чтобы кино показывалось, чтобы это дальше развитие шло, вы можете получить, сколько там дают денег. Ну, вот минимально за два экрана 2800 евро могут дать. Это все люди, которые сидят, бюрократы в Грюсселе. Тут есть их имейлы, они на них отвечают. Ну, конечно, не сами, наверное, на секретари. И удивительным образом, я не мог в это поверить, но степень прозрачности этой системы достаточно велика. Все вот эти люди есть, они отвечают на телефонные звонки, я много раз это проверял, просто было задание на уроке, а вот позвони-ка ты Кристине Елизиминой, спроси ее, а как мне заполнить анкетку? Отвечает. Недовольный голосом, все, как бы, так вот, но отвечает. И это на самом деле очень важно. Почему? Потому что здесь срабатывает то, что немцы называют витамин Б, от слова бицин, контакт. Если вы будете их сильно нервировать, и звоните, спрашиваете, правильно ли заполнить анкеты, а что мне делать? А еще иногда они устраивают, причем они даже за это платят. Они устраивают семинары, круглые столы, и актеров этой игры, или как принято называть фонрайзинге, стекхолдеров приглашают. И оплачивают это. Что давайте мы вам расскажем, чтобы вас снимучили звонками, как все-таки правильно заполнять анкеты. Да, как устроена вот эта креативная группа? Почти каждая большая страна, или каждый крупный регион, имеет свою контору, в которую можно обратиться. И в Черногории тоже есть такая контора. Она, это тетенька, одна единственная контора, состоит, видимо, из комнаты, с телефоном, или с мобилой, и тетеньки какой-то. Она, видно, сумела в Евросоюзе получить себе эту работу. Это очень, конечно, лукоративная работа. Вот. Я попробовал ей позвонить, она трубку не снимает. Вот креативная Европа, которая занимается уже художниками, театральными деятелями, и так далее. То есть все, что не медиа, все, что не цифра, это здесь. И вот тоже кто может участвовать, Монтанепро тоже может участвовать. И как бы тут все расписано, все понятно. Оно все совпадает, просто немного другое направление. Самое интересное из всего этого, что, например, есть отдельный отдел, который занимается только переводами. И под перевод, если у вас уже есть издатель, можно получить неплохую сумму. Вы находите издателя, ну, для тех, кто переводчик. Этот издатель клянется и божится, что он обязательно издаст эту книгу. Ну, он с вами подписывает контракт. Вам дают деньги на перевод, вы ее переводите. Дальше уже издатель может разориться неожиданно, или еще что-то. Ну, в общем, процесс не пошел. Вас за это ругать не будут, это уже его проблема. Но такое часто бывает. Издатели разоряются, или у них нет возможности напечатать. Это где-то полежит в столе. Многие переводчики пользуются этим и довольно неплохо зарабатывают. Вот, насколько я понимаю, наши друзья в этой линии пару раз обращались в эту инстанцию и получали деньги под переводом. Там, по-моему, юридически они как раз на эти деньги перевели. И в обратную сторону работают. То есть, скажем, вы хотите перевести книжку там какого-то английского писателя на черногорский язык, вы нашли издательство. То есть, это рабочий инструмент, для него очень большие деньги, но их легко достаточно получать, и это все функционирует. С Россией, к сожалению, следующая история, я вам объясню. Пока будут санкции, никакой работы не будет. Хотя в Европе очень все хотят. И есть только маленькая-маленькая ниточка связей, связанных с содружеством балтийских государств. Русские не могут подать на грант, но могут участвовать в гранте. Это Петербург, это Калининград и Петрозаводск. Ну, вот эта вот вся часть. Там это работает. Да-да, северо-запад. Там это работает. И, кстати, нормально работает, то есть, там довольно много обмена, а все остальное не может. Здесь расписано, как вот эти все работают. Если кому-то будет интересно, то, пожалуйста, обращайтесь, я вам очень подробно расскажу. Еще несколько достаточно мощных проектов, один из которых очень простой и очень удобный. Он называется «Европа для гражданок и граждан». По нашей системе толерантности мы должны всегда теперь женский суффикс добавлять и женщин на первом месте. Это не гамбургеры, это не то, что едят, это граждане, это к слову похоже. Вот, значит, да, роверные чувства «Европа для бургеров», действительно. А бургеры для Европы. Тут всего два пункта. Но эти два пункта, они довольно важны. На что они дают деньги? Они дают деньги на так называемое европейское осознание истории. Это такая очень-очень хитрая, запутанная фраза. Но что она означает? Да, конечно, она означает во многом переделанной истории. Но тут это все настолько распрощато, что можно получить деньги, например, вот под такой проект. Кажем, я еврей, и я очень переживаю за тему убийства евреев во время Второй мировой войны. И я хочу, чтобы вот эта боль осталась навсегда в памяти моей, моих потомков и потомков-потомков. Я такую придумал вещь, я покупаю автобус, и я начинаю возить на этом автобусе детей по Освенциму, Требенки и разным другим местам. Дадут мне деньги? Дадут. И очень много. Ну, я еще могу туда Сталинские лагеря включить, и тогда вообще золотыми стану. То есть, нитенция направления понятна. Но не обязательно. Например, Наполеоновская война, она принесла много разорения Европе, но и много как бы странных радостей. В зависимости от того, как я этот свой проект представлю, с войной про Наполеона, я могу получить деньги, например, аж под воссоздание каких-то редутов в какой-то деревне немецкой. Все заново выстроено, куча туристов приезжает, там можно из пушки подстрелять, и проникнуть с духом наполеоновских войн. Вот такой проект люди получили деньги. И немалое. Это все делает вот эта организация. Но самый распространенный способ получения через них денег, да, Европа для граждан. Это все креативная Европа, а это их подраздел Европа для гражданок и граждан. Но получать не могут не только гражданки, а гражданки и граждане. Вот здесь как раз гражданки и граждане могут получить не особо... Я говорю, что если мы не граждане, не гражданки... Если твоя организация... Забудь об этом, забудь. Спрячь паспорт и не смотри на него. Возьми на него, наклей другую обложку. Главное, что кто твоя организация. Что здесь очень хорошо? Куда идет большая часть денег, и как это чудесно работает? Дело в том, что еще в 60-е годы, если не 40-е, англичане придумали систему городов-побратимов. Они это, правда, называют Твинситис, ну как бы близнецов. И жители этих городов-побратимов по идее должны укреплять связь. И как они ее укрепляют? Они ездят друг к другу в гости и, например, устраивают мастер-класс по приготовлению борща. Почему бы нет? Или еще что-то. Совместный футбольный матч в рамках этой программы и так далее, и так далее. Герцег Новин имеет массу интереснейших городов-побратимов, один из которых вот этот норвежский Левандер. На том берегу есть чудесный итальянский городок с прекрасным музеем, а еще есть город в Хорватии Астой, где большой университет с большим факультетом современного искусства. То есть про Италию, как вы говорите? Я забыл, как он называется. Он прямо против нас. Он не очень большой, но там потрясающие музеи искусства 19 века. Там жил какой-то важнейший итальянский импрессионист. Но в последний раз они общались во время Югославии. Они забыли, что мы их побратимы. Нам надо протянуть к ним руку их братья, сестры. Мы хотим вам так приятно. Вы можете первыми к нам. Вас накормим пришкалицы. Алькона нет? А? Алькона? Может, барин? А, нет. Алькона нет? Что-то такое. Я посмотрю, я переходи к Анонет. На Википедии, на сайте города побратимы есть все города побратимы для Артиганона. Вот. Их много довольно. По-моему, сейчас стал побратимым какой-то город в России большой, типа, в Воронеже, что-то такое. Но вот для нас, например, очень интересно то, что это Италия здесь рядом. Это, конечно, норвежский город. Это, конечно, Астоек в Хорватии. Это вам третье величине город с большим университетом, с большой как бы культурной прослойкой. Сплит? Сплит? Нет, Астоек. Астоек. Астоец. Астоек как-то так называется. О? Да, первое О. Там университет есть, такой австрийский городок чудесный. Как эти работают инициативы? Они работают через обществину. Общественно этим заниматься не будет. Это совершенно понятно. Я это уже проверил на своей обществе в Берлине. Но оно работает. То есть, просто может быть даже инициативная группа граждан, он все равно подает заявку общественным. Ну, то есть, как бы, локальные органы власти. Вы говорите, мы нашли там, где жить, с кем пить. Типа, и вы поедете с нами. Причем, это не благомистер, не начальник общественного. Это какой-то там третий секрет. О чем плохо, что ли? Прокатиться на автобусе. Вас стоит нормально там погреть, подружиться. Потом сюда. Но я говорю, эта инициатива может быть сложнее. Например, в рамках этой инициативы не просто поездка туда-сюда, а вы, например, говорите, что вы делаете обмен художественным, театральным, ну, кое-годно. Просто эти деньги идут через эту инициативу. И там сумма первая, которую очень легко получить, она тоже не требует большого бюджетной отчетности. Это 50 тысяч. Вообще, это не много денег. Мы сидели, на уроках считали, насколько это хватит. Ну, в общем, это хватит хорошо покататься туда-сюда. Вот так. И нормально, гостиница, пожить, и там, бассейн все вместе, сходить, в плане, ну, кто во что вгоразит, то есть, это вы уже программу сами будете составлять. Вот. И, если это получено, как получилось, то это может и дальше продолжаться, а то вы можете и три года собрать, и четыре, а то можно взлетать городов, побратимов. Достаточно крупную сумму денег, на самом деле. То есть, смотрите, минимум, это 20 тысяч евро. А вообще, средненькая программка начинается со 100 тысяч. Это средненькая программка, это как бы не бог есть, какие деньги. Естественно, те, кто эту программу вам, ну, ставит печать и говорит, да, и эта программа должна работать, они хотят проверять ее, да, ну, и как это с частным лицом? Это не будет работать, это просто абсурдно. Да вы, как частное лицо, столкнувшись с бухгалтерией, вы просто погрязнете бухгалтерией, никогда этот проект не будет реализован. Вот. Поэтому, конечно же, надо делать организацию. Но вы поймите, вы когда подарите мне проект 100 тысяч, вы, эти люди, которые в вашей организации работают, вы сами получаете зарплату, получает зарплату ваш бухгалтер, получает зарплату ваш секретарь, они обязаны получать зарплату, иначе, когда вы подали грант, вы напишите, что они будут делать свободно от работы время, вам грант не дадут. Нет, это все понятно, я просто думаю о том, что Черногория, значит, в Черногории должна быть создана вот эта, ну, это легко создать легальную организацию в Черногории, слава Богу, пока в Черногории законы по созданию легальной организации, как он по-английски называется, legal body, одни из самых легких. Да, это действительно легко. Во-первых, это стоит недорого. Это что-то там, порядка 150-200 евро. В России, например, если вы будете создавать такую организацию, вы заплатите 400 или 600. Это дороже, я немножко смотрел, но в любом случае, это требует вложений, для того, чтобы заработать, получить, заработать, то есть, привлечь средства в размере 100 тысяч, но не только вложений, нужно потратить, то есть, нужно быть к этому готовым, то есть, это всегда, то есть, и любой фандрайзинг, он все равно не, он не на пустом месте возникает, то есть, это требует вложений, то есть, любые эти проекты, они требуют предварительного положения, то есть, где-то там. Нет, в данном случае, я почему спросила, потому что здесь не хочется быть Остапом Бендером, здесь действительно, то есть, априори, хочется какой-то результат действительно, реальный. он вам нужен этот результат, потому что вы здесь, все равно, один проект сделав, вы сможете сделать, второй, еще и третье. В идеале, в идеале, говорит очень правильные, очень, очень понятные вещи, то есть, это просчитываемый результат, и предварительные затраты, они тоже могут быть просчитаны, то есть, это можно там уделить какое-то свое небольшое время, можно просчитать свои вложения, даже на начальном этапе, еще их не делает, еще не создавая там организацию. Я чуть-чуть коснусь бюджетирования, потому что это тоже важный аспект, как бюджетирование работает. Но давайте я сейчас перейду к еще одной программе, то есть, вот смотрите, у нас было две программы, ну, как бы, одна большая программа, «Культурная Европа», да, и она подразделяется программ «Медиа», программа «Культура» и «Европа для гражданок и граждан». И все три программы, как бы, мы теоретически можем использовать, получать какие-то деньги и так далее. Есть совершенно другое, другая генеральная дирекция, не связанная с культурой, но мы тоже можем, как бы, неожиданно к ним обращаться. Эта генеральная дирекция, называется, это особая программа внутри Европейского Союза, она идет непосредственно структурного инвестиционного фонда. То есть, вот это самый большой, как бы, пакет денег в Европейском Союзе, структурный инвестиционный фонд. То есть, они вкладывают деньги в железные дороги, там, ну, уже в инфраструктуру, но и в людей тоже вкладывают, это тоже считается инфраструктурой, человеческий капитал. И внутри них есть, как бы, несколько подпрограмм, которые называются «Интеррег», это значит, «Интеррегиональные». И они заняты тем, что страны, находящиеся в каких-то, ну, близких связей друг с другом, чтобы они взаимодействовали, чтобы не было, как бы, схемы, как бы, из Москвы. То есть, если я хочу попасть из Якутска в Магадан, я должен сначала долететь до Москвы, а потом улететь в Магадан. А прямого рейса Якутск-Магадан нет. То есть, вот, Евросоюз с этим борется и пытается, чтобы были внутренние связи. То есть, как бы, такая система кольца, что ли. И одна из программ, подпрограмм, она называется «Интеррег Данюба транснационного программы». Данюба – это Дунай. И все реки, все страны, которые, как бы, сидят, вот здесь он течет, Дунай, все страны, которые сидят на нем, могут этой программой пользоваться. И внутри этой программы есть очень много культурных опенколов, которые связаны с культурой. Чем это выгодно, например, жителям Черногории? Вот, посмотрите, вот это самый богатый регион Германии по деньгам. Да? То есть, один вот этот регион в два раза или в четверг, только в два, он в четыре раза тяжелее по деньгам, чем все эти страны. То есть, люди, которые заключили из-под Горицы контракт какой-то консорциум с этими ребятами, начинают жить гораздо лучше, чем их соседи, строят уже и пятый этаж, и терепицы, и золотой крыши покрывают. В общем, все прошло как надо. Вот, это работает. И надо просто смотреть, как эти программы устроены. Я думаю, что вот сейчас с программой я могу остановиться. Есть еще одна программа, на самом деле, в которой мы тоже можем участвовать. А, другой, наш регион, это Италия и Балканы. Вот мы в этом регионе находимся. То есть, если не программа, связанная с Дунаем, то наш регион заканчивается на... Я сейчас скажу. Мы можем работать с Австрией, со Словенией, с Италией, с Венгрией. Если вы хотите подать на какой-то проект, вам надо заходить на этот сайт и смотреть Open Call. Они вывешивают их примерно каждый месяц, каждые два месяца. Написаны они таким языком, что вообще ничего не понятно. Вообще, просто ни слова не понятно. Хотя это по-английски написано. Значит, надо читать 10 раз. Потом, может быть, мне звонить. Потом искать какого-то более там нового дядечку, тетечку и говорить, а вообще, что это значит? Но на самом деле можно звонить в Creative Desk Европы у себя в стране и говорить, мне кажется, я подхожу под этот Open Call. Тетенька, а вообще, что это означает? Я не знаю. Она, ну это вообще, вот это означает, что мы вообще-то мы хотели дать деньги. Вот под это. Почему они так пишут, не спрашивают. Это некий такой деятельный бюрократический язык. Ну, человек, который заинтересован он как бы понимает. Более того, можете с тетечкой и договориться, каким образом, что у меня кинотеатр в Герцетнове, бабки нужны, мы там такие классные фильмы показывали, а вы не позвонили бы нам заранее, когда будет Open Call под этого. Они их получают чуть раньше, на несколько дней раньше. И тетечка, склоняешься, дело хорошее, потому что ей тоже надо показывать, что работа проводится, иначе она лишится своего рабочего места. То есть, вот она сидит в подборице, если ни один Open Call никто из Черногории не подал на него и денег не получил, то она через пару лет этого рабочего места решится, потому что, а зачем она там создана? Вот знаете, сколько стоило это лого? У меня на первом же занятии профессор спрашивает, а вот ты кто? Я говорю, график-дизайнер-художник. Он говорит, класс, знаешь, сколько лого стоит? Вот как ты думаешь, сколько получил этот чувак залога? Он такой, веселый. Профессор был? Ну не знаю, ну 10 тысяч, он получил 150 тысяч. Вот за это? Да. А почему? Потому что он правильно подал заявку.